Здравствуйте! В эфире программа о жизни в спорте и о спорте в жизни. Спорт как жизнь. И я ее ведущая Елизавета Черепович. От национальных брендов и исторической памяти до спортивных достижений. Все это о культурно-спортивном фестивале в Итоке. Фестиваль заглянул в один из старейших городов Синьокой. Слоним в прошлом году отметил свой 770-летний юбилей. Незабываемые эмоции, драйв, спортивный азарт. Ажиотаж превзошел все ожидания организаторов. Расскажем подробнее в следующем сюжете. Самый масштабный культурно-спортивный фестиваль в Итоке вот уже третий сезон продолжает свое шествие по регионам Беларуси. 16 и 17 июня грандиозный форум принимал один из самых древних городов нашей страны. Слоним стал площадкой для концентрации ярких красок, насыщенной программы и особенно торжественной атмосферы. Нам повезло, что фестиваль в Итоке выбрали, Национальный олимпийский комитет выбрал именно Слоним в этом году. Слоним это, он основан в 1252 году. И здесь богатая история, много исторических, всяческих зданий. Конечно же, мы старались показать то, что у нас отличает от других регионов. Мы рады, что в Итоке к нам пришли. У нас тоже, как и историческое наследие есть, и есть и заслуги в спорте. У нас три школы Олимпийского резерва в городе, по 16 видам спорта занимаемся. Есть даже два знаменитых наших земляка. Это Романовский Вячеслав Владимирович, который в 1976 году был Олимпийским призером. На байдарках, байдарки на каное, на гребле, в двойке, с парки на 1000 метров. Ну и наш Тихон, олимпийский призер, серебряный призер, которые проводились в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Поэтому и в том числе, что Иван Григорьевич Тихон, родом из нашего района, ну, наверное, выбрали нас по сравнению с другими регионами нашей области. Мы не подведем. И готовились активно с Национальным олимпийским комитетом, с Родневским областным исполнительным комитетом. Программа фестиваля рассчитана на два дня. Традиционно, в первый день вытоков для представителей республиканских и региональных средств массовой информации был организован пресс-тур. Праздник в итоге изначально задумывался для того, чтобы белорусы вспомнили о своих истоках и смогли прикоснуться к истории. Знакомство с историческим наследием города началось со Слонимского драматического театра. Впервые свои двери для зрителей театр распахнул 1 января 1990 года. Этот драмтеатр единственный в стране среди районных центров с численностью населения менее 50 тысяч человек. Как было отмечено, театр продолжает традиции, заложенные еще в 18 веке. Зрительный зал поразил своим величием и архитектурными решениями. Вдохновившись ремеслом актерской игры, гости плавно переместились на выставку, где познакомились с продукцией белорусского производства, известной во всем мире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представители СМИ приняли участие в обряде выпечки Павловского каравая. В 2016 году традиция выпечки караваев на Слонимщине, календарно-обрядовая выпечка, была включена в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Предварительно на крыльце журналистов встречал коллектив чаровниц-каравайщиц с громкими песнями и угощениями. Потом проходил сам мастер-класс по изготовлению каравайных заготовок, которые сами рукодельницы называют шишками. Уникальность местной выпечки в том, что она невероятно пышная, отличается особым вкусом и долго не черствеет. Даже спустя неделю будет такой, будто ее достали из печи несколько минут назад. Здесь также сохранилась локальная традиция выпекать с соблюдением здешних обычаев и поверий, с песнями, шутками и поговорками, которых каравайницы придерживаются так же, как и конкретные рецептуры. Наши павловские каравайи – это нематериально-культурная спаджина нашей Беларуси, тому она вельми ценная для нас, именно вит, потому что это традиция нашей земли, якая захавалась, якую мы транслируем и передаем далей всем жадающим, и детям, и дорослым, и всем. У коллективе 9 человек, але минимум, які потребны, как бы отрымауся каравайи, потому что это неколки дзен, не один день выпекается, с початку шишки, первый день пропаливается печь, потом выпекаются шишки, а потом уже выпекается сама булка, и все собирается, взробится каравайи. Тому минимум 5 человек потребны на то, чтобы заробить добрый каравайи, 5-7. Жаншины повинны быть обовязково у шлюбе, які выпекают этот каравайи со здоровыми детками, с полной сямьей, заложить у наш каравайи все самое-самое от души, всю любовь, всю свою удачливость, мабыць, у этой каравайи, яким мы выпекаем. Тому он выходит таки великий, пуп, пышный, духмяный и таки прыгожий. Представители СМИ посетили одну из жемчужин белорусского православия – Свято-Успенский Жировичский монастырь. В комплекс монастыря входят 4 храма и примыкающие постройки – Крестово-Движенская церковь, храм Николая Чудотворца и Успенский собор. Церковь Великомученика Георгия Победоносца, звонница, здание семинарии, жилой монастырский комплекс, трапезная. Сейчас, к слову, идет реконструкция Свято-Успенского собора Жировичского монастыря. И, пожалуй, это самая почитаемая обитель на территории Беларуси. Десятки тысяч православных верующих приезжают сюда, чтобы поклониться иконе Жировичской Божьей Матери, которая считается чудотворной. Заключительной точкой пресс-тура стало посещение предприятия «Слоним мебель», где журналисты познакомились с этапами производства и увидели готовую продукцию. Предприятие основано в 1939 году. Сегодня предприятие выпускает более 50 наименований продукции. По словам директора ООО «Слоним мебель» Олега Шведюкам, предприятие является экспортоориентированным. Более 90% продукции отправляется за пределы Беларуси. Ежегодно культурно-спортивный фестиваль в Итоке проходит в разных уголках нашей страны. В этот раз его принимает город Слоним. Второй финишный день фестиваля предлагает гостям города свободный вход, галоконцерт, олимпийский квест и праздничный фейерверк, что поможет окунуться в атмосферу праздника. Действительно, народный фестиваль. В Итоке ждут в каждом городе страны. Уже с утра 17 июня все внимание участников форума было приковано к главной арене культурно-спортивного форума в Итоке Крок до Олимпу на центральной площади Слонима. Этот день был полон разнообразных мероприятий, начиная с выставки и продажи белорусские бренды до различных спортивных локаций. Традиционным стартом фестиваля стал Олимпийский забег, в котором приняли участие более полутысячи мальчишек и девчонок до 9 лет. Однако сердцем праздника стал Олимпийский квест. Каждый ребенок в возрасте до 14 лет мог попробовать себя в разных видах спорта, таких как конный спорт, велоспорт, вольная борьба, бокс, мини-гольф, хоккей с шайбой, футбол, волейбол, теннис, пожарно-спасательный спорт, гребля на байдарках и каное, турнир по брейк-дансу и рыцарским поединкам и многих других. На этот раз более 30 площадок открылись в городе Слониме. Многие от Федерации профсоюзов Беларуси, одного из организаторов фестиваля. Пройдя определенные площадки, юные спортсмены получали ценный приз. От Национального олимпийского комитета беспроводные наушники. Таковы правила олимпийского квеста. В этом году я съездила на Витоке. Мне очень сильно понравилось, потому что я показала свои возможности, что я могу. Я попробовала другие виды спорта, греблю, футбол, гандбол, чем я сейчас занимаюсь. Мне сильно понравилось. Поездка оказалась очень классной. Я познакомилась с многими людьми, с которыми в дальнейшем, мне кажется, я буду общаться. Также я выиграла наушники. Я участвовал на очень интересном мероприятии, олимпийском мероприятии Витоки. Мне они понравились тем, что было очень много народа, с которым можно было пообщаться. Вообще там очень было мне знакомых людей, особенно спортсмены по гандболу и борьбе, легкой атлетике. А так я представляю спорт легкой атлетика. Это один из моих любимых видов спорта. Он выдается очень сильно, потому что считается королевой спорта. Главный секрет успеха фестиваля в концепции, разработанной Национальным Олимпийским комитетом, которая активно реализуется. В этом сезоне на в итоге появилась новая развлекательная зона игры нашего двора, которая понравилась многим родителям, поскольку именно здесь взрослых возвращали в детство. Необходимо было пройти пять этапов квеста – резиночка, классики, вышибала, картошка и стрельба из рогатки, за которые можно было получить памятные сувениры от организаторов. Кроме игровой программы на спортивных локациях у маленьких белорусов была возможность узнать о дисциплине что-то новое, пообщаться с тренерами и в результате начать свой путь к Олимпу. И сразу я думала, что это будет просто долгая поездка, там не будет особо ничего интересного, но когда мы приехали, там было очень много разных мероприятий, очень много разных людей. Там были интересные игры какие-то, интересные призы. И вообще мне все понравилось. Поездка сама была очень интересная. Я ехала со всеми своими друзьями. Все было классно. По данным организаторов, в фестивале за два года приняли участие более 200 тысяч человек. Тематические мастер-классы, выставки продажи изделий местных мастеров и производителей, вокальные мастер-классы и конкурсы – все это создало неповторимую атмосферу праздника на центральной площади Слонима. Все сделано для того, чтобы слонимчане и гости города над чарой смогли раскрыть для себя весь потенциал республиканского мероприятия. Расскажи, пожалуйста, свои мнения о фестивале, о том, что тебе сегодня понравилось. То, что мы проходили квесты, и за это можно было получить вот такие прекрасные наушники. Ну, было классно. Я здесь с часа, и вот у нас разные квесты были, я все прошел. И вот сначала я не знала, куда идти забирать, потом уже понял. Я встретил такого мишку, такой плюши, ходил, я спросил у него, где можно забрать мой приз. Я пришел, забрал, меня так поздравили, я был очень рад. Фестиваль замечательный. Сегодня слонимчане отдыхают, и не только слонимчане, а все гости нашего города. И мы все благодарим сегодня Национальный олимпийский комитет в лице Виктора Александровича Лукашенко, Управление спорта, область полкома, Министерство спорта и всех заинтересованных организаторов, которые подарили сегодня замечательный праздник. Несмотря на то, что дождь идет, у нас хорошее настроение. Спасибо за праздник организаторов. Форум собирает именитых спортсменов, художников, мастеров, артистов и уже давно вышел за рамки лишь семейного праздника. На каждой локации труд человека, который через свое мастерство передает лучшие традиции белорусского народа. Я представляю Новогрудский центр «Ремесел». Мы приехали с Новогрудка, нас пригласили на этот праздник. Нам очень понравился город. Красивый, старинный. Люди все доброжелательные, все улыбаются, у всех настроение хорошее, весело. Все хорошо, нам очень понравилось. В центре города нашлось место и гастрономическим изыскам. Зона фудкорта собрала в разгар праздника сотни горожан и гостей края. Нам очень понравилось, было весело довольно-таки, такое с лонями очень редко происходит, и поэтому для нас это такое необычное что-то. Поэтому было интересно посетить, побыть здесь. Интересно было на самом деле. Вкусно покушать можно тоже здесь, так что... Тут кто-то хорошо работает, концерт очень классно. Нам понравился. Весело для современной молодежи, не таких, как мы, то вообще клайк. Фестиваль очень понравился. Вот, мы начал немного пропустили, потому что ехали долго, вот, но поели очень вкусные драники, вот, и в целом настроение замечательное, все классно. Вечернюю программу «Вытоков» продолжил конкурс песенного текста и вокальных исполнителей, а также яркий концерт с участием белорусских звезд. Слоним стал центром культурной и спортивной жизни Гродненщины на несколько дней. Фестиваль «Вытоки» познакомил участников с культурным наследием региона и по-новому раскрыл его спортивный потенциал. Лето – идеальное время для путешествий. В эту пару года хочется узнать что-то новое и неизведанное, насладиться красотой окружающего мира. Вы что-нибудь слышали про туринг? Путешествия на велосипеде претендуют на звание самого популярного вида досуга. Одним из самых малозатратных и увлекательных видов туризма является велосипедный туризм. Чтобы воспользоваться подобным видом путешествия, нужен не только велосипед, но и хорошая физическая подготовка. В отличие от автотранспорта, велосипеду не требуется топливо. Он может проехать там, где никакой другой вид транспорта не пройдет. На труднодоступные местности его можно перенести на руках, а в экстренных случаях его можно взять с собой в поезд. С момента изобретения первого велосипеда конструкторы приложили немало усилий, чтобы данный вид транспорта усовершенствовать. Одним из наиболее необычных видов является трехколесный велосипед или легерат. Эта конструкция называется легерат. Это немецкое название, более популярное. Второе английское название – рекомбент. Ну, что легерат, что рекомбент – это лежачий переводится. Лежачий велосипед. Они были изобретены давно, просто в 30-х годах прошлого столетия их запретили к соревнованиям, поэтому они перестали быть популярными. Плюс к тому, они громоздкие, не пользуются спросом, поэтому их не завозят на продажу. Ну и так вот, кто увлекается этой темой, находит возможности, кто-то делает сам. Благодаря удобному лежачему положению водитель не испытывает напряжение в руках и спине. Ему не приходится удерживать свое тело, опираясь на руль. Всю массу держит комфортное кресло. Еще одна оригинальная конструкция – настоящее изобретение калачевского умельца Олега Белого. Это лежачий велосипед, имеющий привычных два колеса и позволяющий велосипедисту передвигаться полулежа или лежа на спине. И в редких случаях – на животе. Приехали мы с Волги, я с города Энгельса Саратовской области, а Михаил – мой друг с города Волгограда, Сталинград. Все его знают. Михаил и Сергей – давние товарищи. Гости из России всегда любили путешествия. Этим летом они решили отправиться в увлекательное путешествие по Беларуси. Их целью было не только насладиться красотами природы, но и познакомиться с историей разных городов. По Беларуси, ну, так у нас двухнедельные турне. Оставили мы машину в Рославле, там выгрузили велосипеды. И от Рославля дошли до Бреста, через Могилев до Бреста. От Бреста через Беловежскую пущу пошли сюда на Лиду. И вот так вот с экскурсиями уже оказались в Лиде. Дальше наш путь идет через Мир, Несвеж до Минска. Перед остановкой в Лиде велосипедисты прокатились по живописным просторам, преодолев в общей сложности за 9 дней порядка тысячи километров. Прибыв в Лиду, Михаил и Сергей остановились в местной гостинице и отправились на исследование города. Они узнали, что лично имеет богатое прошлое, связанное с разными эпохами. Во время прогулки больше всего восхитило величие Лидского замка. На следующий день россияне продолжили свое путешествие на велосипедах, но с сердцем, полным воспоминаний о Лиде. На сегодня это все. Следите за спортивными событиями в жизни региона в программе «Спорт как жизнь». Встретимся через две недели на Лида ТВ. И помните, с нами всегда интересно и спортивно. Редактор субтитров А.Семкин